Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обещал, делаем честный обзор на главную награду события сезон 2 Плеяда. Это Глейсер, средний танк 9 уровня, который мне лично очень сильно нравится своим внешним видом. Вот эти вот дополнительные экраны из Фортиума, ну прям к лицу, действительно под лицу, все к лицу, этот красавчик мне лично нравится своим внешним видом однозначно. Единственное, что я немножко расстроен, хотел бы, чтобы здесь на 9 уровне появилась еще одна коллекционка в виде тяжелого танка, по крайней мере это приукрасило бы саму Плеяду. Ну и я бы на месте разработчиков сделал так, на 7 левел я бы водрузил средний танк, на 8 поставил бы ПТХу, а на 9 поставил бы тяж. И мне кажется, это было бы гораздо интереснее, нежели просто 3 средних танка. Но как сделали, так сделали, наше дело просто честно это дело заценить и принять для себя решение. Играем, не играем, катаем, не катаем, выкачиваем, не выкачиваем, тратим бабло или нет. А мне кажется, что это самый главный вопрос, потому что дойти до Глейсера без финансовых вливаний не получится, скорее всего, однозначно. В любом случае у вас есть возможность домазать недостающее количество осколков Фортиума голдой, ну или покупать наборы в магазине за реальные деньги и оттуда тоже брать себе осколки Фортиума. Короче говоря, до Глейсера навряд ли получится дойти вообще ничего не вливая. Но давайте заценим данную машину для того, чтобы понимать, стоит этим заниматься вообще в принципе или нет. Внешний вид, конечно, классный, но мы не только за внешний вид любим танки, а еще за их играбельность и возможность получать от них удовольствие. По крайней мере, я так машины оцениваю, а не со стороны статистики или подобных вещей. Что хочется отметить, если вы полностью откроете всю машину, а значит пройдете полностью весь ряд сезона 2 плеядом, то вы будете иметь в себе довольно-то комфортное орудие по характеристикам. 7,5 секунд время перезарядки, альфа 350, пробитие 235, по-моему, очень даже классно. Угол склонения орудия вниз минус 10, а значит будет явно комфортно отыгрываться на неровностях. Время сведения просто имба 2,6 секунды, грубо говоря, 2,5 секунды и вы уже свелись. Что касается разброса, будем заценивать непосредственно в бою, но сама цифра меня радует. Что касается ДПМа, 2830 для девятки среднего танка, по-моему, довольно неплохой показатель. Что касается, ребят, брони по данной машине. Броня у данной машины, я бы не сказал, что есть, это наш товарищ Нибулон, а вот Глейсер. У Глейсера броня выглядит следующим образом. Если вы будете смотреть на модельку с учетом этих экранов, которые исполнены из фортиума, то видите, что машина довольно неплохо закрыта от фугасов. Она закрыта в верхнем бронелисте, она закрыта по практически кругу в башне, не считая вот этой вот части. Ну и, соответственно, еще часть обратная есть с другой стороны. Есть вот здесь дополнительный экран, который, как видите, еще и неплохую приведенку имеет, целых 238. Ну и я считаю, что это существенно, существенно добавляет машине в отношении живучести и играбельности. Если вы снимете данные экраны, то вы видите вполне себе посредственный средний танк, который не сильно хорошо забронирован, не особо будет живучим без этих экранов. Ну и, понятное дело, по бортам здесь вообще хвастаться нечем. Здесь просто-таки кладец для любителей забрасывать фугасы, потому что там даже если вы вернете экраны на место, то увидите, что вот здесь вот в кормовой части борта 47 миллиметров, с учетом приведенки у меня сейчас показывают, ну а в целом 45 миллиметров. Короче говоря, вот сюда фугасы будут влетать, ну прям очень хорошо и крайне неприятно для вас, если вы играете на товарищей Глейсере. Что касается сравнения с другими машинами, давайте возьмем данную тачку, так, 9 уровень Глейсер, слава богу, здесь не так уж и много машин разработчики накинули, средних я имею ввиду на 9 уровне, поэтому в целом список машин будет не такой уж и большой. Но, как видите, по ДПМу в целом Глейсер, я бы сказал, что в лидерах находится, да, пускай они настолько много, как у некоторых других, допустим, как у Леопарда того же самого, ну или, я не знаю, там, возьмите для примера М46 Паттон, да, отстаем, но все-таки в целом довольно неплохо, потому что есть машины, которые выдают и меньше. Что касается пробития, я бы сказал, что вполне себе божеское, терпимое, 235, я больше, чем уверен, что будет играться вполне нормально. Что касается перезарядки, как видите, перезарядка далеко не самая лучшая, но ненамного отстает от многих других машин на уровне. Что касается сведения разброса, будем заценивать в бою, скорость машины 45 вперед и 20 назад. И здесь мне становится очень-очень страшно, потому что единственная машина, которая такая же по подвижности, это товарищ Кобра, которая недавно появилась в игре на Лесте, и, ну, в принципе, там машина себя показывает довольно неплохо, но многие говорили, что по подвижности далеко не фонтан. Убираем отсюда Кобру и смотрим, что у нас получится. Так, Кобра, уйди, пожалуйста. Ну, как видите, самая худшая подвижность на уровне получается. Здесь существенное отставание от всех машин, и вот это вот меня смущает больше всего. Мне бы не сильно хотелось играть на прям совсем вялой машине. Ну, это средний танк, нелегкий, и ожидать от него там какой-то мега подвижности не приходится, но все же слишком, слишком большая пропасть между нашим Глейсером и всеми остальными машинами на уровне. Что касается доходности, ну, доходности информации нет, но это коллекционка, и фармить особо не получится. Просто не будете в минусе, и будете получать удовольствие, если она вам понравится. Что касается процента по победам, то загадывать наперед не буду. Я не думаю, что будет слишком высокий процент, и больше чем уверен, что большинство игроков поиграются-поиграются и забудут про данную машину. Возможно, правильно, возможно, нет. Я лично хотел бы себе данную тачку получить, но понимаю, что она мне не по карману. Я, к сожалению, слишком нищебродный ютюбер, и не имею возможности вливать большое количество денег в игру. Ну, в частности, для того, чтобы до Глейсера добраться, навряд ли соберу себе необходимое количество осколков фортиума. В лучшем случае, не булона заберу, и то, скорее всего, не в полной комплектации. Ну что, берем машину, и поехали попытаемся ее затестить. Итак, друзья, погнали. С места машина стартует, я бы не сказал, что очень приятно. Я бы даже сказал, давайте еще раз попробуем. Я бы сказал, что с места она стартует туго, и это прямо ощутимо. Второе. С учетом угла склонения данного орудия в минус 10, мне бы самое место было вот там вот на горке возле фонта, этого водопада, и там действительно, мне кажется, я смог бы себя реализовать довольно неплохо с углом склонения, со временем перезарядки. Но, к сожалению, подвижность, она как бы сразу связала мне ноги в этом отношении, и бежать вперед у меня не было абсолютно никакого желания. Ну, просто в предчувствии возможных негативных последствий данного принимаемого решения. Поэтому решил остаться рядом со своей командой. Пока у нас, я бы сказал, режим ожидания. Мы выжидаем, что будет происходить. Ребята не сильно идут вперед. Мне самому рваться на передовую тоже не сильно желание есть. Ну, слушайте, неплохо. По выстрелу первому мне почему-то кажется, что машина в отношении орудия играться будет довольно-таки бодро и приятно. В отношении времени сведения все классно. В отношении точности орудия на дальних расстояниях все вполне себе нормально, вполне приемлемо. откатывается назад, не сильно бодро, не сильно весело, и прям, прям ощущается, ощущается тугость вот этого передвижения. Так, ну, ехать помогать ему у нас возможности нет. Давайте попытаемся здесь реализоваться. Вынесли все-таки нашего тяжа. Скорее всего, те двое союзников тоже натиска не выдержат. Но у нас брони нет, ребят. Поэтому рваться куда-то на передовую, как бы, не совсем, не совсем тот вариант, которого хотелось. А вот это действительно бодро. Вот сейчас мне очень понравилось. Я не вылез абсолютно, абсолютно не вылез вперед, и при этом я смог склонить орудие вниз и выцеливать всех, кого не лень. Так, приехал. Приехал по мою душу. Ну, давай, давай попытаемся с тобой чего-то поделать. Ай-яй-яй-яй, ну, откатываюсь, блин, ребят, просто ужасно. Понятное дело, что еще и под горку задом. Ну, не знаю. Не знаю, честно говоря, пока каких-то особых фонтановых ощущений от данной машины у меня нет. Помимо ее уникального, великолепного внешнего вида. Но я думаю, что в любом случае нам имеет смысл взять машину и заехать еще раз в бой. Потому что то, что меня, допустим, пробивали по бортам, ну, это понятно, потому что в бордину у нас все машины шьются. То, что мне пробивали в нижний бронелист, тоже меня абсолютно не удивляет. Если я правильно вижу, то вроде бы здесь есть еще у меня отверстие между верхним и нижним бронелистом на стыке. Но, опять-таки, возможно, это рисунок, на который я не обратил внимания, стоя в ангаре. Сейчас посмотрим и обязательно берем машину для еще одной катки. 1780 единиц. Вообще ничего не делая, это приятно. Вопросов нет. То, что меня с легкостью вынесли, это неприятно. То, что она еле ездит по карте, это тоже далеко не то, чего я ожидал от данной машины. Что касается фарма. Ну, здесь мы проиграли, да и плюс к тому машина не фармер, но в любом случае не в минусе были бы, даже если бы не было прем-аккаунта. Что касается моей результативности по команде. То, в целом, ну, не знаю. Я не могу сказать, что плохой результат. В целом, бой как-то сложился не очень хорошо. Но, если машина будет вот так играться от боя к бою, то я даже не знаю. Наверное, расстроюсь, что ли, потому что ожидал от него чего-то большего. Пока первый блин комом. Ну что, поехали в следующий блин жарить. Итак, второй бой на Глейсере. Поехали вместе с Т-54. Попытаемся взять горку. Против нас, скорее всего, будет 2 СТ-шки и, возможно, ПТ-ха в подмогу. Что касается нашей команды, то здесь даже тяж поехал с нами. Я надеюсь, что Сомуа нам поможет. Он все-таки не откололся, продолжает ехать с нами. А, в целом, это довольно неплохой знак. Так, точность орудия на дальних расстояниях. Вопросов нет. Вообще никаких. Вот точно так же, как у меня не было абсолютно каких-то вопросов в отношении точности орудия с Василиском, то же самое и с этой машиной. Точность просто супер. Единственное, что, получив сейчас несколько раз хорошенько по мордасам в предыдущем бою, у меня прям вообще нет желания на нем куда-то ехать. Хочется находиться где-то максимально далеко, максимально незаметно и так, чтобы вообще никому не было дела до меня. Но, в конце концов, мы машину тестим, поэтому долго стоять на месте нам нельзя. Это я уже сейчас, ребята, просто психанул. Ну и, понятное дело, получаю тычки в ответ. Лорка 40 тонн. Поехали. Навряд ли она сможет там прям совсем, совсем бодро нас разбирать. Плюс к тому, ребят, у нас есть хороший угол склонения, который должен нам сейчас помочь. Есть пробитие. Так, неплохо. Неплохо. Я получил непробитие. Это уже хорошо. Ну, Лоррейн остается, если не прям шотной для нас, то, по крайней мере, приближенная к шотности. У нас есть 7,5 секунд времени перезарядки. И, понятное дело, что мы явно имеем все шансы на то, чтобы в этой дуэли победить. Так. Ай-яй-яй. Неплохо. Неплохо. Так, и с третьей катается у нас. Поехал наверх. Я думал, что он с этой стороны. Ребята отъехали, как я понимаю. Ладно, попытаемся проскочить. Но, слушайте, передвигается машина не очень приятно. Если бы она ездила немножечко получше, по типу Центуриона, допустим, того же, мне кажется, было бы гораздо интереснее. Так, получаем леща. Понятное дело. Не успел. Не успел. Теперь нам надо отваливать. К нам едет товарищ Йох на барабане. Ну, давай, поддержи меня. Так, хорошо. Ну, я так понимаю, что сейчас, да, все-таки три снаряда в барабане делают свое дело. В целом, пробили верхний бронелист. Фордиум, к сожалению, мне не особо помог. Но, в конце концов, меня-то и не фугасом били. А бронебойным, скорее всего. Ну, нижний бронелист вообще без вопросов. Там брони нет, как таковой. Ну, и в башню мне прилетело, как вы видите, залетало с борта, если правильно художники прорисовали. Ну, по крайней мере, по ощущениям. В целом, в этом бою мне понравилось как-то немножко больше. Я думаю, что на двух боях, в данном случае, в конкретном обзоре, в этом мы останавливаться не можем. Нам все-таки необходимо сделать третий бой. Потому что первый и второй, ну, прям в край отличаются один от другого. Во-первых, я немножко по-другому начал чувствовать машину. Ну, а во-вторых, все-таки слишком большая разница между данными боями для того, чтобы можно было выводить... Точнее, не так, выдавать какой-то ультимативный вывод по поводу данной машины и ее годности. 2200 единиц урона. Мы получаем знак классности третьей степени, но не будем обращать на нее внимание, потому что планки на данную машину на данный момент нет адекватной. Что касается прибыльности данной машины, то за этот бой, с учетом того, что это победа, и с учетом прем-аккаунта 44,5 тысячи и без према 26 тысяч. Ну, вот как-то так пока. Я не могу сказать, что это фармер, понятное дело, но плюс-минус какой-то плюс все-таки, нежели минус. Что касается нашей результативности по команде, то третье место в команде по нанесенному урону, да и плюс к тому мы еще и фраг один сделали. По-моему, тоже довольно неплохо. С другой стороны, мы играли против восьмерок, поэтому говорить о том, что прям вау, супер, пока зарекаюсь. Посмотрим, глядишь, к десяткам кинет, вот тогда будет интересно против десяток, как машина себя ведет. Ну что, поехали, третью хатку. Итак, третий бой, ребят, как вы видите, по форме башни, ну, очень похоже на Центуриона. Но надо же было откуда-то идею брать. Вот и взяли. Так. Как и в предыдущем бою, не хочу с самого начала, с корабля на бау, хочется немножко обождать, посмотреть, где кто будет. Может, поработать по каким-то засветам. Ну, вот, пожалуйста, как, допустим, вот этот засвет. Слушайте, ну, точность классная. Друг, хватит толкаться. Я понимаю, да, ты ПТ, поэтому это твой куст. Великолепно. Присядь в кустах, посиди, подожди. Я, конечно, все понимаю, но выталкивать это очень некрасиво. Я, в конце концов, не тяж, который на гору пытается залезть для того, чтобы в ПТ-шку поиграть. Ну, ладно. Окей, как сделали, так сделали. Едем дальше. Сейчас поможем товарища Эмиля разобрать. С учетом того, что делать, мы это будем в кругу друзей. В большой и шумной компании будем бить морду тяжелому танку. То, я думаю, что идея довольно неплохая была. Едем дальше. Блин. Гуслянули меня. Шпрот. Ладно, шпрот пока пусть подождет. Поехали пока легкие и средние танки. Поможем добрать. Там немножко провисание у нас получается. Как я понимаю, сейчас Т-54 доберет нашего Центуриона. Но. Блин, как ему повезло. Слушайте, на угол склонения просто супер у орудия. Потому что я сейчас не был вынужден дожидаться. Да ты заколдованный что ли. Я не был вынужден дожидаться момента. Я тебя тараном, блин, доберу в конце концов. Я уже, по-моему, два раза это сказал. Скажу третий раз. Я не был вынужден сейчас выезжать полностью на горку. Для того, чтобы выцелить. Мне было достаточно приподняться. Баран. Вопросов нет. Мне почему-то показалось, что ИСУ-152 на перезарядке находится. Я-то думал, что я ему сейчас закину. Ну, слушайте, по третьей катке, ребят, у меня ощущения из определенного рода негативных перешли в разрез. Вполне себе позитивное впечатление о машине. Это не имба. Вопросов нет. Это, безусловно, машина не для каждого дня и не для того, чтобы фармить. Но она веселая. Серьезно. И мне почему-то кажется, что за каких-то 5-10 боев к этой машине просто необходимо будет привыкнуть. И после этого будет возможность ее полностью реализовывать. На интуитивном каком-то уровне чувствовать время перезарядки. На интуитивном уровне чувствовать подвижность данной машины. И вот после этого она действительно должна, в принципе, по предпосылкам играться немножечко по-другому. Стоит ли, стоит ли тратить большое количество золота, либо большое количество реальных денег для того, чтобы именно к этой машине добраться? Но здесь я не могу сказать однозначное «да», по одной простой причине, потому что минусов у данной машины все-таки достаточное количество. Живучести у машины практически нет. Давайте сразу будем подбивать итоги. Не будем смотреть на результаты. Результаты мы, в принципе, видели. В принципе, я думаю, все понятно. Давайте так. По основным позитивам. Просто обалденное орудие, суперточное, с довольно-таки сбалансированными всеми характеристиками, которые позволят вам получать массу удовольствия от конкретно стрельбы в боях. Здесь однозначно. Что касается минусов, то минус здесь, ребят, очевиден. Это подвижность данной машины, которая, в принципе, по сравнению с другими тачками на уровне, этот средний танк, ну, прям существенно хоронит. Я не знаю, может она так плохо двигается, потому что у нее фортиумом все обклеено, и он добавляет ей веса. Но все-таки мне бы хотелось, чтобы машина была бодрее, хотя бы километров на 5-7. Тогда машина бы игралась, ну, прям совсем по-другому и сияла бы совсем другими красками. Ну, а что меня действительно, ну, прям в край поразило, так это возможность опускать орудие настолько низко, без необходимости вылазить прям на горку. Ну, и если вы обратите внимание на форму башни, которая прям совсем срезана, начиная от орудия, то опуская орудие вниз, я больше чем уверен, что для соперника, когда вы вот так вот стоите и видна только верхняя часть башни и орудия, вы являетесь абсолютно недосягаемы в отношении того, чтобы вас пробить и накинуть вам урона. Вот такое честное мнение по поводу Глейсера, и если вы за честность ютубера, если вы за честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видео, это помогает продвигать контент на ютуб и способствует развитию канала. А еще обязательно жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропускать следующие видосы. А кроме того, обязательно приходите сегодня на вечернюю прямую трансляцию, где я буду все вот эти вот три танчика гонять на стриме, для того, чтобы затестить их в прямом эфире. Я побежал готовиться к прямой трансляции, а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.